Эй, ну что ж ребят, снова всем привет, с вами снова канал Мария и мой мир, я Мария, и мы с вами будем заканчивать прохождение игры литературы 3 эра динозавров, у нас с вами последняя миссия, как я уже говорила в предыдущей серии, заклятый враг Ларти Бака, динозавр Руди вернулся и встретился с мамой динозавр, и между ними, видите, завязалась битва, и теперь нам нужно помочь Баку одолеть Руди, и помочь маме динозавр на победе. Ну вот видите, Руди нас заметил, теперь ребят, как это делается, вот видите, отходите, держитесь подальше, потому что Руди будет пытаться вас поймать, и вот посмотрите, используем мы здесь только спаромет, но при этом, посмотрите, стрелять по Руди бесполезно, то есть видите, он уходит на вашу атаку и на ваши выстрелы, но в какой-то степени неуязвимый, поэтому как мы делаем, мы должны стрелять на твоих базовых цветочках, То есть все, стрелы скоро кончат, где брать еще скоро, вон там, вот видите, если у вас кончен снаряд, используйте вот такие вот островские, там вы найдете недостающие снаряды Так, так, давайте, вот видите, он нас пытается поймать, то есть если он нас пока, то есть мы стреляем, ребята, в цветочках, пока он там с мамой годится, с мамой динозаврикой, а вот если он к нам поворачивается, значит надо отойти, иначе он нас хватит, так, давайте, так, три раза по каждому цветку, И вот все, видите, мы все цветки снесли, теперь он к нам поворачиваться не будет, теперь мы как делаем, мы используем лассо и вот так вот открываем этот камень И вот видите, то есть с каждым падением камня, грудь немножечко здоровья теряет, а мы получили грушу, кстати, давайте, ребят, я пока спорю, а, там нет ствола, господи, тогда идем дальше Кстати, ребят, я раньше все думала, к какому же виду, ну, относятся динозавры, ну, в этом мультфильме А то, кто узнала, что мама динозаврка и ее детки это тираннозавры, а вот другие, кто такой, я вот тоже долго не понимала Я пока есть в журнале детского, который вот этот был, и не помню, что он падает для животных, может вы его помните, когда кто-то из вас помнит О, видите? Так, вот сейчас все то же самое Так, скорость закончилась, бежим туда И вот, кстати, ребят, что я еще хочу сказать, с каждым разом руки будут пытаться достать вас немножко, ну, чаще, немножко больше Вот сейчас, смотрите, покажу, будет видно Вот, видите, сейчас он рычит Вот, видите? Ой, как я этого в детстве боялась, ребят, вы достали Так он меня пугал, как он делает, как он делает А, так вот, помните, был такой журнал, называется... Ой, отойдите А, вот видите, мы успели дострелять, и тупи нас на колокольчик дал Так вот, журнал, говорю, господи, опять, была такая коллекция животных, помните? В каждом номере шла маленькая фигура по поводу героя ледникового города и информация о нем Ну, и информация, конечно же, о животных Ну, и какой тут бобикс То есть, как бы, и полезное, и интересное И вот так было указано, что, ну, это барионикс Причем альбинос Ну, как видите? Но потом, ребят, я там даже на венципедии немножко пошахтала Не очень он, если честно, на барионикса похож Скорее, он взухамим, вот другой динозавр То есть, он, видите, он просто почти с, это, вот, с мамудина, то есть с тирекса А вот барионикс, он, ну, довольно-таки мелковатый был, то есть он был бы поменьше, чем тираннозавр То есть, там, по-моему, 9 метров длина тела барионикса О, вот теперь, видите, он тоже пытается достать Товарищ, видите, у него каждый раз немножко разная стратегия поймать папа То есть, сначала он там, ну, попытался атаковать, потом уже более спереди, скажем так Ну, а ведь и поймать нас пытается И вот каждый раз, я уже говорила, с каждым, если чем дальше, он немножко Так, ждем Он будет чаще нас пытаться атаковать Вот сейчас он нас, ну, не так часто, если Так, может, даже успеем сейчас все цельки здесь Так, руди мой, есть Ой-ой-ой-ой, я схватил, ребят Вот чуть-чуть, еще немного, он бы меня схватил Так, все, споры кончились Короче, держитесь подальше, старайтесь И близко подходить только когда следует Видите, еще, цветочки эти не получится стрелять издалека Они закрыты, то есть они открываются только когда вы близко подходите Но когда вы близко подходите, вы можете попасть в груди, дубы Так, все То есть три раза, по идее, по каждому цветочку Так, все Снова оторвали камень Ну, теперь, ребят, как вы поняли, у нас пойдет сейчас по второму разу Так Так, все, ребят, это последний кристалл, последний Все, последний кристалл Так, видите, вот все, я уже говорила, по второму разу у нас пошло Вот, видите Теперь ждите, когда он, ну, уберется Видите, раньше он так делал только один раз А теперь он, вот, три раза так делал Ну, три раза попытался у нас захватить И он, видите, будет чаще теперь появляться И цветки, видите, цветки, они теперь по одному, но они более сильные Больше надо снарядов на них истратить То есть, если раньше было по три цветочка, по три снаряда на каждом цветочке То тут, наверное, в заске три, я так поняла На один То есть самые мощные пошли цветочки Так, все, ждем И вот, видите, уже разваливается все Так, все И вот, видите, уже не надо лосой использовать Вот теперь само обрушается Ну, а, смотрите, мы можем баком управлять Так, ну что, чуть-чуть осталось, ребят, ну почти буквально Вот, видите, теперь вышится все, теперь мы должны быстро бежать То есть, раньше могли, если бы побесеть мне немножко, покинуть время Так, теперь нет, теперь мы должны только вперед Так Так, завалило Вот сейчас, ребят, будет, ну, скажем так, жестко немножко Давайте я подожду Погодите, он будет атаковать? Нет? Что-то он не хочет А, все Вот, смотрите То есть, видите, он чаще Дольше немного поймать бака пытается Немного дольше поймать И вот видите, чаще начинает вылезать Пишите в комментариях, если вам страшно И было ли вам страшно, когда вы играли в этой тропе И там все, снаряды кончились Похоже, да По десять склот, наверное, теперь надо всаживать в этом цветки большие Ну, раньше уже было по три склоры на один цветок Цветков три, сейчас, наверное, за все три цветка надо всадить А, и вот видите, теперь он не может стрелять Он перекрывает нам цветок мордой Ой, что-то у меня камера изображала Наверное, из-за него Давайте Все, ребят, последний разок остался Последние, скажем так, расстрелять цветы Так, давайте я настреляю сразу И сразу вот на этим избелаю Так Да, ребят, мне так не хочется заканчивать эту игру Она мне так нравится, но, к сожалению, она заканчивается Так Смотрите, разваливается все, поэтому не стоим Ничем сразу вперед По третьему разу не будет, не переживайте Видите, последний камешек остался Так Давайте я так посчитаю специально Раз, два, три Ой, поймал Так, блин, перекрыл своей физиономией Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Да, точно Девять раз Ну, все Все, ребят, победили мы Мы, скажем так, ослабили Руди Ну, понятно, столько камней на него сбросили Все Пока, Руди Ты был хорошим Пишите в комментариях, жалко ли вам Руди Ну, что ж, ребят, это все Это победа Посмотрите, все кристаллы нашли, все Ни одного не пропустили Ну, что ж, типа, конец истории Мама Дина победила Руди Ну, Бак, естественно, расстроился Типа, с кем же ему Воевать-то, против кого ему теперь На кого же он теперь охотится-то будет Ну, и наши герои пригласили его к себе жить В свой дом Ледниковый мир Ну, и Бак, вроде бы, как если вы помните По мультфильму, согласился, но в последний момент Услышал Лёв Руди и решил остаться все-таки в мире динозавров Чтобы продолжать с ним сражаться Ведь это смысл его жизни, сражаться против динозавра Ну, что ж, ребят, все, мы прошли всю игру Давайте теперь я вам покажу, что у нас открылось Так, читы не буду, давайте вот это посмотрим Открываемое теперь Как бы бонус такой напоследок Просмотр персонажа Это вот то, что нам открыли как раз кристаллы Мы их собрали все, ни одного не пропустили Итак, что у нас есть? Голубые кристаллы открывают модели персонажей Лиловые, то есть фиолетовые, игровые эскизы Янтарные, желтые, видеоролики Красные голосовые записи героев А синие сонтреки, то есть музыка и какие-то звуки игры Давайте сначала посмотрим персонажей Сид Посмотрим даже по-хорошему, видите, у нас Как бы персонаж, не просто картинка, он еще и двигается Немножечко анимация Сид у нас наземный ленивец Так, Мэнни Шерстистый мамонт Элли Жена Мэнни Диего Смелодонсом Близзубый тигр Ну это, ребята, да, я говорю, бонус такой То есть серия-то коротенькая И получилось достаточно быстро Мы Роги победили Так как говорится, чтоб хоть как-то, ну, продлить Так, Крэш Апоссум Эдди его брат-близнец Вот видите, у одних персонажей такая, ну, достаточно анимация, ну, сложненькая, а у других довольно простенькая Персик Вот тут видите, немножечко ошибка с переводом Дочка Мэнни Элли Потому что Питчес ее в английской версии зовут Что-то вроде Персики Ну, по идее, просто Персик имя Скрет Крысобел Бобр Рогатый Ну вот, вот видите, перевели почему-то как барсук Но на самом деле это бобр Капризный зверь На самом деле, ребята, это знаете, как называется, тоже из журнала, из того же коллекция животных узнала Это Макроухения Но там она шла еще как странный зверь, просто как странный зверь Клиптодон Помните, во второй части Клиптодон нам помог забраться за скалу? Ну, не по своей правдоволе Его пришлось для этого ударить Кратаеж Смесь крота и ежа Не знаю, ребят, существовали ли такие звери Или это плод воображения художника Ну, создателя мультика Вот такие-то точно существовали Клиптодонты и Макроухения А вот существовали ли кротаежи, если честно, я не знаю Бык Это, ребята, овцы бык или мускусный бык Или кустарниковый бык Вот раньше, по-моему, были кустарниковые быки А те, что сейчас, это называются овцы быки То есть кустарниковые быки вроде как вымерли, если я не путаю Птица, дронт, додо А их главаря зовут дэп Кондор Хищная птица Быстрый Тони броненосец, у которого мы покупки делали Трубкозуб Вот, ребята, немножко странно Трубкозубы существуют сейчас, но То есть они похожи на муравьедов Но тут видите, в чем Трубкозубы в наше время, они почти уйцы Их название переводится как земляная свинья Они голые и только щетиной редко покрыты И у них большие уши И хвост у них толстый такой, голый А тут видите, как будто бы трубкозуб, но при этом он еще и пушистый С пушистым хвостом, как муравьед Тоже как будто смесь такая немножко Муравьеда и трубкозуба Вот такие дела Ну, для справки вам, скажем так Трубкому интересно Мама тиранозавр Мама трех малышей Малыш тиранозавр Один из трех Это, кстати, ребята, знаете, как его зовут? Желток Или в оригинале Эгберт То есть у него, видите, глазки такие Голубенькие, и он мальчик А двух других динозавриков Мальчик как раз наглазово зовут Йоко Или Белок А вот девочку оранжево-глазую с оранжевыми глазками Зовут Яйко или Ишелли в оригинале Ну, если вдруг кто не знал Птерозавр Китсалькуатль Тоже, кстати, ошибка разработчиков У в настоящей жизни у Китсалькуатля зубов с того клюва не было Он был беззубый Ну а тут есть, не знаю зачем, может для более свирепого вида Традон Вот те самые мелкие динозаврики Куань Лонг Переводится как дракон с короной Вот, видите, лось На самом деле его зовут Бак Но я уже говорила, что Бак с переводом с английского переводится как самец Лося или оленя И он ласка А в дубляже его ошибочно называли Харьком На самом деле это не так, он именно ласка, а не Харек Так, скретти Саблезубая крысобелка Летающая, летяга Ну тут видите, я же говорю, что тут переводом немножко напортачено Нелицензионный перевод Вот, смотрите, какая она красивая Вот прям, как говорится, вечно бы на нее любовалась Вот, кстати, ребят, пишите в комментариях, кто из данных персонажей вам больше нравится То есть, кто вам больше всех понравился Кто вам, скажем так, симпатизирует больше всех Так, Руди Зухамимус Альбинос Анкилозавр Птеродактиль У него есть имя Роджер Это тот самый, на котором летал Бак, чтобы спасти Сида Помните? В главе «Полет птеродактиля» И вот я уже говорила, что он тоже выглядит как гибрид С одной стороны, у него хвост и зубы, как и Рамфаринха А гребень, как у Птеронодолбина Но потом на Википедии увидела, что у него видовая перенадлежность Грапогнатус Не знаю, кто это такой, но, скорее всего, тоже кто-то из птерозавров Поэтому просто птеродактиль Пахицефалозавр Видите, тут тоже немножко неправильно Пахиозавр Толстоголовый ящер Игуанодон Трицератопс Кентрозавр Как стегозавр, только немножко помельче и выглядит поэффектнее Ну, поизящнее Видите, какой красивый Зауропод И вот тут, ребят, тоже непонятно, кто это То ли это диплодок, как указано Ну, в журнале в том же, коллекция животных Но при этом у него, видите, ностры на голове, над глазами Как у Пахиозавра Ну, и опять, видите, уже пошло по кругу Ну, давайте, ребят, вот такие вот персонажи Пишите в комментариях, кто вам больше понравился Концептарты, то есть это зарисовки игровые Это вот все то, что мы открыли благодаря кристаллам Вот такой, я же говорю, бонус такой Напоследок Потому что, правда, как говорится, очень жалко, что игра кончилась Игра очень хорошая, я бы с удовольствием еще раз ее прошла Ну вот, уже опять по второму кругу пошли Видите, тоже по порядку От снежной долины к миру динозавров С малиной ями Так, видео Ну, видео я, ребят, не буду вам показывать Я просто покажу, тут видите, в чем дело Тут, ну, название уровней Ранний старт Сида, ну, пробуждение Сида Это вот эти ролики Защита малыша Погоня Беги, Сид Одинокий ленивец Яйцо С горки на горку Беги, Сид, беги Эпизод Орехи для скрыта Спасение Бак, вот, спаситель Видите, тут лося к спасению Немножко неправильно На самом деле Бак, спаситель, правее То есть, вот видите, название роликов, название эпизодов, которые мы проходили Корень зла Танит джунглей скрыта Ожидание неожиданного Шумная ночная жизнь Полет птеродактиля Спасение опять Спасение Сида Месть Руди Спасение Сида, это полет на птеродактиле, насколько я знаю Смоляные проблемы скрыта Ну, приключение скрыта В смоляной яме Опасная могила Это вот эта Страшная опасность Это вот, которую мы сейчас проходили И мост скелета Это вот этот последний эпизод, который мы проходили Ну вот Ну и аудио Это реплики персонажей Реплики Сида Из всех уровней, я так поняла Реплики Диего Я тоже не буду сейчас проигрывать Поигрывать Почему я видео не хот не стала проигрывать Ну потому что, в принципе, вы и так можете их посмотреть В другом, например, прохождении Ну там, русскоязычной версии Ну и мало ли, вдруг, ну Скажут, что нарушение авторских прав Или еще что Вот, опять, видите, на самом деле бак Смешанный А это, я так поняла, несколько разных персонажей говорят Так, ну и музыка Раннее начало Сида Опять-таки музыка к эпизодам Тоже можно при желании это все послушать Послушать и просмотреть Ну я говорю, не буду сейчас, чтобы время тратить это все проигрывать Потом, как говорится, сами будете проходить Сами все посмотрите и послушайте Так, видите, даже музыки к мини-играм есть Тем самым, которые покупали главочки Ну вот, ребят, все, это все Это вот все, что мы открыли Ну что ж, ребят, вот такая вот игра Вот можно, кстати, стартовую вачуку опять зайти Ну видите, тут все, тут ничего нет Мы все скупили Что ж, ребят, вот такая игра Игра, она, к сожалению, закончилась Мы прошли ее целиком То есть, видите Так, извините То есть, все, видите, я ее нажала и Опять пошли титры То есть, все, игра закончена То есть, у меня игра высветится 100% То есть, видите, я говорила, что Все, видите, игра пройдена Все, больше нету ничего То есть, вот так вот Выходим в главное меню Также, ребят, видите, мы можем новую игру начать или загрузить Ну что ж, ребят, на этом все Мы с вами прошли полностью игру Наконец-то, ледниковый период 3 эра динозавров Пишите вам в комментариях Как вам эта игра, понравилась ли она Играли ли вы в нее когда-то И захотели ли поиграть в эту игру после моих видео Ну, вообще, пишите в комментариях вообще все, что угодно Все, что захотите Ваше мнение по этой игре, какая локация вам больше понравилась Какой уровень больше понравился Какой персонаж ваш самый любимый Ну и вообще, и какая часть, например, ледникового периода мультфильмов вам больше всех нравится Ну что, ребят, как я говорила, я с грустью заканчиваю Мне очень жалко, что эта игра закончилась Мне она так нравится Я ее очень, очень люблю И я говорю, я уже с удовольствием бы Извините, я бы прошла ее еще раз С вами, например, вместе Может даже прямую трансляцию провела Но, к сожалению, это все Я ее прошла целиком, на 100% Собрала все кристаллы, все фрукты Показала вам все бонусы, какие доступны Единственное, только я не понимаю, для чего вот эти чит-коды нужны Если кто-то знает, то напишите, пожалуйста, в комментариях То есть я их никогда не активировала То есть я проб влажать, и там какие-то стрелочки выводились мне Ну, в общем, ребят, если кто-то знает, тоже пишите, пожалуйста, в комментариях Ну что ж, на этом все Увидимся с вами уже очень скоро Я с вами не прощаюсь Впереди нас ждет очень много хороших игр И хотя, да, эта игра закончилась, но не расстраивайтесь Я уже, извините, повторяюсь опять Нас впереди ждет еще много новых, классных, интересных игр И старых, и современных, и всяких-всяких То есть пишите в комментариях, какие бы еще игры вы бы хотели от меня увидеть А на этом все Я вам желаю всем удачи, всем всего самого наилучшего Всем до новых встреч Всем пока Да, хорошая игрушка, хорошая Субтитры сделал DimaTorzok